Всем привет, друзья, с вами Варчик. Просили активный бой, вот вам с пылу с жару активнейший бой взводом на средних танках. Карта Руинберг Нижний Респ. Итак, что мы видим? Видим, что средних танков у врагов всего-то 4 штуки. Остальное тяжи и ПТшки. А это значит, что в начале боя сверхактивного какого-то движения не будет. Также взводных СТшек нету. Есть СТшка плюс тяж. Поэтому в начале боя вижу, что ТВП едет на центр. Поэтому думаю, что пока он там едет впереди меня, он всех разминирует. Он более ватный, все будут стрелять в него. Поэтому под шумок, пока союзник на ТВП все впитывает, я решаю заехать на центр. Заезжаю на центр, убиваем здесь Леопарда. Мой совзводный заезжает тоже на центр, но через более безопасный маршрут, не через середину карты. И здесь я уже от башенки свечу в зелень и просто убиваю. Также мой совзводный стреляет туда же. Тяжелые танки по карте у нас бодаются с нашими тяжелыми танками, поэтому спина у нас, так сказать, в безопасности. Убиваем здесь еще один танк и продолжаем заезжать глубже в эту сильнейшую позицию против вражеской зелени. Заезжаем сюда, подсвечиваем Удиса. Он здесь стоит. Довольно-таки бронированный танк. Пробиваю его куда-то под калибером с вертухана. Витьку виднее, куда она там пробилась. Стреляю дальше, пытаюсь выцелить НЛД. НЛД сильно спрятано, поэтому сложно в него попасть. Он отворачивает башню, это ошибка. Под калиберы кончились, пробивая уже кумулями в борт башни. Продолжая его здесь напрягать, не пробивая ВЛД, он едет бочиной и в бочину уже намного проще пробивать. Он, в принципе, единственный, кто остался на зелени из активно играющих. Возможно, еще кто-то в А0 сидит, но не суть важна. Дальше мы замечаем, что середина, центральная улица у врагов пустая, но наши тяжелые танки, которые проехали к вражеской улице, они кончились. Поэтому мы ждем, что враги сейчас поедут. И у нас едет такой вот один враг, это ИС-7. Не пробиваем борт башни кумлем. Здесь мешки мешают стрелять, выезжаю дальше. Не боюсь, что в спину пролетит, потому что на зелени мы всех убили. ИС-7 заканчивается, потому что это была ошибка, просто ехать в никуда самому. Видим, что эта улица пустая, справа улица также пустая, появляется бабаха, она на перезарядке мысов с взводным это понимаем, въезжаем в него и начинаем его разбирать. Также еще есть ПТ-шки справа, они там светились в начале боя и, в принципе, остальные враги слева. Видим, что по миникарте светились все, кроме СТРВ. СТРВ не опасный враг, если недолго перед ним не стоять. СТРВ засветился, въезжаем дальше. Даем тычку в Е5 и въезжаем в Е4 и коня, потому что они стоят отдельно. И заехав сюда, нам в спину не будут накидывать ПТ-шки, если мы въедем прямо в них. Въезжаем сюда, я более бронированный, более жирный СТ, принимаю всех врагов и они на перезарядке. Решаем по фокусу разбирать коня. Даем ему по тычке, он уже 100 хп, я его буду забирать, потому что у меня КД быстрее. И дальше мы начинаем фокусить Е4, даем ему тоже по тычке и он, в принципе, уже практически шотный. Он не успеет зарядиться, поэтому мы еще по тычке ему даем, убиваем. Все, разворачиваемся, потому что на нас едет ИС-7. У Леопарда больше хп, поэтому он едет, принимает для того, чтобы разрядить врага и быстрее его разобрать. Здесь начинаем его накидывать, делаю плохой выстрел, Леопард едет, его разворачивает, даю еще тычку и, в принципе, ИС-7 уже заканчивается. Он остается на 2 выстрела, даю ему выстрел, Леопард, выстрел, все, конец. Сразу не останавливаясь, едем уже сразу на ПТ-шек, которые слева, попутно стреляем в Е5. Даем Е5-му по тычке, все, продолжаем сразу же ехать, не останавливаясь в ПТ. Да, они могут стрельнуть, но у меня 800 хп, скорее всего, фугас Бабахи, я переживу. Также СТРВ у нас засвечивается, стреляем в нее, не попадая, потому что у 907-го пушка корявенькая, Леопард тоже мажет. Но мы не останавливаемся, потому что впереди нас ждет еще урон в Бабахе, а СТРВ уже шотный и неинтересный. И таким образом мы за 4,5 минуты проехали все, что можно проехать и сожрали все, что можно сожрать. Выезжаю специально, чтобы принять от Бабахи, потому что есть возможность пережить его выстрел. Переживаю, даю ему урон, потом без урона не пробиваю ВЛД под углом. Даем еще по пару тычек, он уже шотный и здесь меня СТРВ простреливает в дырочку. Бабаха остается шотная. И ее добирает Леопард. Все. Остается один шотный СТРВ. И у нас еще 6500 хп на команду, а у СТРВ 36. Бой сделан. Все уязвимые места, которые команда вражеская нам предоставила, наш взвод использовал. Все пустые улицы мы проехали, всех отдельных врагов мы сожрали, не останавливаясь, проехали до самого конца. Съели всю команду и вместе на двоих мы настреляли, кажется, 12000 урона. По 6000 мы примерно накидали и сделали 9 фрагов на двоих. Вот это активный бой на среднем танке. С вами был Варчик, играйте красиво. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok